Всем доброго времени суток! Столкнулся я с очередной проблемой в Sony Vegas'е. Возникла она у меня после переустановки Windows и соответственно после переустановки самой программы. Давайте для начала я вам покажу какого характера эта проблема. Для этого, для наглядности, я вам покажу пару кусочков из своих видеороликов. Итак, первый кусочек. Достаточно. И второй кусочек. То есть, как вы видите, вокруг текстов, да и порой вокруг футажей и других объектов возникают такие шумы и мерцания. И давайте сразу для ленивых я быстренько покажу, как я вылечил эту проблему. Для этого нам надо зайти, собственно, в сам Sony Vegas. Далее, вверху во вкладочке Options есть такая вкладка как Preferences. Это всяческие настройки, собственно, Sony Vegas'а, видео и так далее. Собственно, дальше мы заходим во вкладочку Video. И тут есть такая строчка. GPU Acceleration of Video Processing. Прошу прощения за мой корявый английский. Если что-то не так произнес, поправьте меня, пожалуйста, в комментариях. Но ближе к делу. Тут мы должны выставить параметр на OFF. По умолчанию у нас тут стоит наша видеокарта, либо, как у меня, стоит непонятная какая-то строчка. Не знаю, что он тут подгрузил, но, во всяком случае, надо поставить, собственно, OFF. Что это за строчка? GPU Acceleration of Video Processing. Вообще, GPU – это графический наш процессор. То есть, есть CPU и GPU. CPU – это, собственно, наш центральный процессор, который стоит у нас в материнке. А GPU, как я понимаю, это графический процессор, который стоит у нас в видеокарте. И, собственно, по идее, по задумке, вот этот вот процессор в видеокарте должен помогать основному процессору обрабатывать видео. То есть, быстрее должен производиться рендер нашего видеоролика. И, по идее, тогда мы должны экономить какое-то количество времени. Но нафиг нужна такая помощь, если это приводит, собственно, к таким результатам. Но давайте пока не будем сильно отвлекаться, что нам надо, собственно, делать дальше. После этих изменений, как только мы выставим параметр на OFF, нам надо подтвердить изменения, нажать ОК. И после этого вам понадобится перезагрузить, собственно, Sony Vegas. То есть, вам надо будет его закрыть и открыть, собственно, заново. И все, изменения вступят в силу. И давайте, чтобы не быть голословным, запущу вот такой вот тестовый кусочек проекта. Намешал я тут пары текстов, повставлял также картинки выдвигающие, есть футаж. И, как вы видите, сейчас никаких помех на экране, собственно, нет. Все идет гладко. Единственное, что я тут выключил звук, чтобы он вас не раздражал. А так, видите, никаких проблем сейчас нету. То есть, все идет, все появляется. И сейчас будет футаж. На футаже также, по идее, все должно быть нормально. Да, как вы видите, выезжает футаж. И все. Никаких лагов нету. И давайте-ка я вам покажу также уже отрендеренное видео, чтобы вы видели подтверждение того, что уже и отрендеренное видео не имеет никаких лагов. Вот, собственно, оно. Как вы видите, выезжает у нас картинка с текстом. Все в порядке. Сейчас пойдут тексты просто. Много текстов наложены друг на друга. Все. Все также в порядке. И футаж под конец. Посмотрим. Да, никаких лагов нету. Также порой эти изменения спасают от того, что просто мерцает видео. Я видел в интернете, как у ребят просто сама видеодорожка, даже без наложенных на нее каких-либо объектов, сама помаргивает. То есть моргает. А после рендера это смотрится еще более дико. Также от этого спасает. И, собственно, друзья, как я пришел к решению этой проблемы. На самом деле, я долго очень пытался ее исправить. Связано это, во-первых, с тем, что крайне сложно сформулировать само предложение о проблеме. То есть вы вводите в поисковик шумы видеодорожки или там какие-то мерцания на видео. И вам выдают всякие результаты, как добавить шумы в Sony Vegas, эффекты телевизора. И это все, конечно, гиперинтересно, но проблема не находится. Тогда вы добавляете ключевое слово «проблема». И точно так же вам выдает всякий ненужный мусор, который никак не помогает. После этого, собственно, я начал грешить на то, что не хватает мне каких-то видеокодеков. Потому что после переустановки Windows я начал снимать в формате AVI. И, собственно, я подумал, что может быть из-за этого. Начал играться с кодеками, менял настройки в Bandicam. Собственно, устанавливал новые кодеки, пробовал с ними. Ничего не помогало, становилось даже хуже. Потому что с самого начала я выбрал оптимальные настройки. А там я уже выкручивался через какие-то левые настройки. Меня не очень устраивало качество. Эти лаги стали еще сильнее. Далее я начал задумываться над настройками проекта. Думал, что есть какие-то проблемы с наложением кадров. То есть, если я снимаю, например, в 30 кадров в секунду, а в проекте у меня там стоит другое какое-то количество FPS, то, возможно, как-то накладываются кадры текста и видео. И происходят такие вот лаги. Но на самом деле в этом также не было никакой проблемы. И далее я совершенно случайно на самом деле в YouTube наткнулся на видео, где чувак просто делился этой проблемой. То есть, он не показывал, как решить эту проблему, а он просто показывал, что у него есть такая проблема и просил ему, собственно, помочь. И далее уже там в комментариях под видео я нашел этот ответ с той самой строчкой. GPU acceleration of что-то там. Уже, собственно, не помню, как точно эта строчка звучит в настройках. И это помогло. И после этого, когда я уже завладел этой вот ключевой фразой, я смог ее пробить в гугле. И да, нашел нужные видеоролики, нашел видео с объяснениями на английском, что это такое. Да, на русском YouTube я ничего такого не нашел. По крайней мере, именно определение того, что это за строчка и за что она отвечает. И с помощью уже английского YouTube и с помощью других источников я смог понять, что это за строчка, что она означает, почему, собственно, происходят лаги и бывает ли такое у людей вообще. Собственно, из-за этого всего я и создал этот видеоролик, потому что очень сложно мне было найти ответ на этот вопрос. И надеюсь, с помощью этого видео уже будет полегче найти ответ на тот самый вопрос. И быстрее вы вылечите эту проблему, нежели я и те ребята на YouTube, которые ждали ответ по месяцу и дольше в комментариях. Что ж, друзья, на этом, собственно, все. Я надеюсь, я вам помог. Я надеюсь, что эта проблема все-таки у вас решилась. На этих словах я буду с вами прощаться. Всем удачи, делайте видеоролики, пусть они будут без лагов. А с вами был Жи, до скорой встречи, друзья. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok